Руководители дают поручения. Им предельно понятно, что они сказали, и им предельно непонятно, почему это не выполнено. Но на самом деле смысл, который они сообщили, и смысл, который считали, были разные смыслы. Поэтому первая проблема состоит в том, что мы не имеем вот этой обратной связи. Вторая проблема состоит в том, что понимается то, что транслируется людьми в зависимости от знаменитого когнитивного искажения и проклятия знания. Я не помню, как я чего-то не знал. После того, как я что-то узнал, мне кажется, что это знание имплицитно. Ну, то есть я гипотетически помню, как я не умел водить машину. Гипотетически. Но вот сесть за руль и не знать, какую водить, я не могу. И вот, собственно говоря, наша проблема в коммуникации состоит в том, что мы все несем вот это имплицитное знание. Но оно не имплицитное, но оно для нас уже таково. И поэтому коммуникация получается, что понимают разные системы, воспринимают один и тот же смысл. Он еще раз поменяется. Поэтому, конечно, только действие является как бы иллюстрацией того, что люди понимают друг друга. Если я говорю, идите налево и вы идете направо, то, вероятно, наша коммуникация пошла не по плану. Продолжение следует...